В Алматы за год подорожало арендное жилье. Цены взлетели почти на 50%. Такую цифру озвучили в Бюро национальной статистики. И это еще не предел, отмечают специалисты по недвижимости. Они утверждают, что в ближайшее время рынок столкнется с дефицитом жилья из-за увеличения спроса в связи с наплывом студентов. Сами учащиеся вузов рассказали, что охотнее всего апартаменты владельцы сдают семейным. Аида Имманали изучила ситуацию на рынке. В конце лета с главными игроками на рынке аренды становятся студенты. Они утверждают, что найти жилье почти невозможная миссия. Цены задраны, а сами апартаменты сдают не в самом лучшем виде. А вот квартиры в хорошем состоянии порой улетают не за дни, а за считанные часы. Студент Айенбек Аманбек родом из Кызылорды. Он магистран второго курса. Парень рассказывает, что долго искал квартиру рядом со своим вузом. Однако цена не всегда соответствовала состоянию квартиры. В результате он всё-таки нашёл заветные апартаменты, но на окраине города. Снимаем квартиру за 200 тысяч тенге. Это не совсем удобно, если учитывать пробки. Хотелось бы найти рядом с университетом, но понимаю, что не смогу. Потому что цены по факту завышенные, а условия, которые мне предлагают, не совсем комфортные. А я даю предпочтение полностью мебелированному жилью. За такой комфорт в центре города я бы заплатил вдвое больше. Сейчас всё чаще студенты начали прибегать к помощи риэлторов. Самыми популярными районами для учащихся – Бастандыкский и Медёвский. При этом средняя цена однушки площадью 35-40 квадратных метров варьируется от 200 до 300 тысяч тенге, говорят специалисты. Сейчас нет покоя телефону. Вышли результаты грантов недавно. И студенты хотят заранее обустроиться. Цены зависят от расположения квартир. В старых домах примерно можно найти однокомнатную квартиру от 200 до 250 тысяч тенге, а вот в благоустроенных ЖК – от 300 и выше. Тем временем профильном ведомстве заявляют, что студентов в виде не оставят. Во время заседания расширенной коллеги с участием ректора вузов, глава министерства СССР Нурбек сообщил, что тем, кому не хватит мест в общежитиях, найдётся альтернатива в виде хостелов и гостиниц. Одномоментно приедет почти 40 тысяч у нас студентов новых. Создан будет специальный штаб здесь. С августа лично я тоже буду здесь находиться и вопрос держать на контроле. Здесь мы активно, кстати, с хостелами и гостиницами сотрудничаем. Только по городу Алматы на сегодняшний день заключены договора на почти 9 тысяч кое-комест. Дополнительно от общежития. Между тем, в бюро нацстатистики отметили, что Алматы лидирует по повышению цен на арендное жильё. За год съёмные квартиры подорожали на 43%, а за месяц – на 3. Аида Имман Али, Рашидин Екопов, телеканал Алматы.